Подвели итоги за прошедшие полгода и наметили основные направления работы на будущее. Расширенное заседание коллегии Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому округу прошло в Наринмаре. Алина Ваучейская с подробностями. Обсудили как положительные, так и отрицательные моменты. Заседание начали со статистики. В своем докладе начальник Управления Министерства внутренних дел по Ненинскому округу Олег Елиных отчитался о криминогенной обстановке в регионе. Так, на протяжении первого полугодия 2014 года в сравнении с четырехлетней статистикой наблюдаются рост регистрируемой преступности на 45%. При этом стоит отметить, что сократилось количество особо тяжких преступлений. Уменьшилось количество убийств и покушений на убийство на 85%. Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 63%. На 50% сократились разбой, на 71% сократились грабежи. Это особо тяжкие преступления. Получилась криминогенная обстановка в четырех населенных пунктах всего от Хангурей, Андык, Коткино, Красное. А вот количество экономических преступлений напротив возросло. И если за аналогичный период предыдущего года не было заведено ни одного уголовного дела в части освоения бюджетных средств, то за половину текущего года заведено уже два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий. Количество обращений в сфере антикоррупционной направленности увеличилось с 7 до 36. По результатам рассмотрения данных сообщений возбуждено два уголовных дела по преступлению, связанным с присвоением бюджетных средств и совершенным должностным лицом органов муниципальной власти. Это в отношении главы администрации муниципального образования Хасида Харский сельсовет ЦИФКО. По факту незаконного присвоения бюджетных денежных средств в размере 16 тысяч рублей и предоставления бухгалтерии администрации эффективных документов. Именно поэтому одной из приоритетных задач УМВД России по Ненинскому округу ставится работа по противодействию коррупции. Впрочем, самой главной целью ведомства остается обеспечение безопасности граждан Ненинского округа. Для этого проводятся регулярные рейды, проверки и акции, а также реализуется проект «Безопасный город». Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал Север.